Начать восстанавливать лес после пожара в Морел планируют весной следующего года. До этого специалисты Минприроды Республики оценят санитарное состояние лесных территорий и определят точные границы участков, пострадавших от огня. Место, отведенное для посадки молодых саженцев, живописным назвать трудно. Несколько гектаров полежника и целые поля подпаленной сосны. Пожар, начавшийся в этом лесу 19 августа, ликвидирован. Открытого пламени нет. В сентябре Минприроды Морел определит границу участков, пройденных огнем, оценит ущерб и выполнит санитарную рубку леса. Посадка новых деревьев начнется весной. Преимущество у сосны – это быстрое растущее и долго живущее дерево. Выращенные из отборных семян, сеянцы с закрытой корневой системой куда менее капризны. Показатель приживаемости свыше 90%, а в дождливую погоду – все 100%. Сосна является главной лесообразующей, одной из главных лесообразующих пород. И в отличие от ели европейской, она показала себя более устойчивой. Ее проще вырастить. Пожары в этом году регистрируются не только в Морел, но и на Урале, на Дальнем Востоке. Поэтому меры по охране лесов от пожаров будут усилены по всей стране. В их реализации поможет программа, о запуске которой объявил на съезде «Единая Россия» президент страны Владимир Путин. С природными и лесными пожарами в этом году столкнулись многие наши регионы. Я хочу в этой связи искренне поблагодарить всех сотрудников МЧС, летчиков, экипажа пожарных команд на местах, добровольцев, жителей городов и поселков, которые боролись и продолжают и сегодня бороться со стихией. Что хотелось бы в этой связи подчеркнуть? Нам нужно извлечь уроки, кардинально усилить систему лесоохраны. Прошу правительства детально отработать этот вопрос. Важно четко определить полномочия уровня власти в этой сфере. Предусмотреть нормативное оформление механизмов своевременной помощи регионам со стороны МЧС, других ведомств при возникновении чрезвычайной ситуации. А чтобы нарастить возможности самих регионов в защите лесов и борьбе с пожарами, дополнительно выделим на эти цели еще 24 миллиарда рублей. Это будет означать стопроцентное выполнение обязательств, кстати говоря, Федерации по выплате субвенций регионам. Но на практике это будет означать фактическое двукратное увеличение финансирования на эти цели. Минприроды России уже разработала новую методику распределения средств в области лесного хозяйства. Она поможет ликвидировать недофинансирование и быстрее реагировать на возникающие угрозы. Кроме этого, будут снижены бюрократические барьеры для волонтеров при их подключении к работам в зонах ЧАЭС. Останутся инструктаж и подготовка, которую они проходят. Но помимо этого, добровольцам будут предоставлять медицинское сопровождение.